Для того, чтобы рассчитать мощность тепловой пушки, которая понадобится для обогрева конкретного помещения, предлагаем воспользоваться следующей упрощенной формулой. Где Qt – это тепловая нагрузка на помещение. V – объем помещения в кубических метрах. Δt – разница температур воздуха вне помещения и необходимой температурой внутри помещения в градусах Цельсия. K – коэффициент тепловых потерь здания. Разделим полученное произведение на 860, для того, чтобы перевести единицы измерения из килокалорий в час в киловатт-часы. Коэффициент тепловых потерь зависит от типа конструкции и изоляции помещения. Упрощенно возьмем такие значения. K – от 3 до 4 для сооружения без теплоизоляции, например, деревянный сарай или металлический ангар из гофрированного листа. K – от 2 до 2,9. Конструкция с небольшой теплоизоляцией, например, сооружение с одинарной кирпичной кладкой, упрощенной конструкцией окон и крыши. K – от 1 до 1,9. Здание со средней теплоизоляцией. Двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей. K – от 0,6 до 0,9. Сооружение с высокой теплоизоляцией. Стены и крыша с двойным утеплением, окна с двойным стеклопакетом. Для примера рассчитаем мощность пушки, необходимой для обогрева в зимний период, железного гаража без теплоизоляции. Вычислим объем нашего бокса. Для этого длину сооружения умножим на его ширину и на высоту крыши. Разницу температур возьмем в 30 градусов Цельсия. Допустим, что на улице минус 20, а в гараже должно быть плюс 10. Поскольку наше помещение не утеплено, коэффициент тепловых потерь примем за 4. Значит, для обогрева нашего гаража понадобится пушка мощностью не менее 12 кВт. Теперь осталось определиться с источником энергии для обогревателя. Если в вашем гараже есть электричество, можно приобрести мощный тепловентилятор Аврора Хит 12000, газовую пушку Газ Хит 15000 или же дизельный аппарат Аврора ТК 12000. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...